Друзья, всем привет! Меня зовут Михаил Юдин. Я рад снова вас видеть на моем сайте mycudin.net. Сегодня я вам расскажу о том, как можно сделать вот такую интересную анимацию с помощью нода BeBlurb из состава экспресса Node of Thinking Particles. Такую анимацию трансформации одного объекта в другой. Постараюсь максимально подробно рассказать обо всех настройках, которыми можно пользоваться при вот такой анимации. И, например, еще можно делать вот так. То есть в качестве фрагментов можно использовать не только частицы объектов, но и посторонние другие объекты. Итак, начнем с того, что у нас есть вот такие три объекта примитива. Куб, платоник и пирамида. У каждого, как вы видите, есть небольшое количество разбиений. Это важно, потому что у нас по этим разбиениям будут, соответственно, рассыпаться объекты. И продолжаем дальше. Выделяем все три объекта, переводим их в редактируемое состояние. Дальше создаем 0 объект и давайте сразу для понятности назовем его экспресса. И через меню tags, cinema4d tags добавляем к нему тег экспресса. Здесь дальше правой кнопкой мыши new node, thinking particles, thinking particles generator и выбираем здесь pblurp. Выделяем тег pblurp и правой кнопкой мыши. Копируем заголовок этого тега. Переходим вот к этой кнопке и отделяем вот этот вот менеджер атрибутов. Правой кнопкой мыши по этой ребристой поверхности. Выбираем rename. Ctrl V вставляем сюда вот этот текст. Давайте лишнее уберем. Жмем ok. И вот таким образом мы просто отделили менеджер атрибутов этого нода и выделили его в отдельный вот такой менеджер атрибутов для того, чтобы нам каждый раз не приходилось открывать снова тег экспресса, выделять этот нод и редактировать его настройки. У нас теперь постоянно есть свой отдельный менеджер pblurp и то есть свойства объектов мы можем редактировать. Затем просто переходим и у нас здесь полностью атрибуты этого нода. Нам не необходимость открывать постоянно тег экспресса. И так продолжаем дальше. Выделяем здесь объекты, перетаскиваем их сюда и соответственно раскроем здесь objects. Куб первый, платоник второй, пирамида третий. Смотрите у них сразу же появились вот такие вот оранжевые нити, которые показывают как раз связь. Дальше что мы делаем? simulate thinking particles, добавляем объект particle geometry и наши объекты cube, платоник, пирамида. Нам теперь их нужно на базовых свойствах. Выделяем visible in editor, visible in renderer, из клавиши control, off. Отключаем у всех видимость. Смотрите у нас остается только видимость первого объекта. Возвращаемся на ap blurb соответственно атрибуты и давайте проанимируем вот этот вот параметр animation phase. С клавишей control на первом кадре и например на 50 на 55 сделаем 100 процентов. Снова с control выставляем ключевой кадр и смотрите что у нас получается. Вот эти нити они как раз таки как вы понимаете показывают вектор, то есть направление определенные. Таким образом у нас будут перемещаться частицы при трансформации одного объекта в другой. Они характеризуются вот этим параметром from to, минус z, to, плюс z. По осям минус z в обратную сторону от оси z. Давайте выберем сейчас все три объекта, потому что здесь параметры назначаются для конкретного объекта выделенного в этом поле. И from to выберем здесь минус y, to, плюс y. И так не минус y, а плюс y, to, минус y. И смотрите теперь у нас вот эти вот кривулины скажем так выгибаются теперь вверх. И трансформация теперь идет уже следующим образом. Чтобы вот эти плюсики, то есть частицы нам не мешали, и их не было видно. Идем снова simulate, thinking particles, thinking particle settings и здесь view тип отключаем и пишем known, то есть чтобы у нас частицы не обозначались никак во viewport. И теперь мы будем видеть только вот эти вот сегменты. Давайте поговорим дальше о том какие настройки у нас имеются в ноде пи-блерб. И самый важный это тип частиц. Бывает три типа single faces, smooth and distance и count. Каунт он указывает на количество. То есть каждый предмет у нас разбивается на количество, которое указывается здесь на пять частей в данном случае. Давайте допустим 25 укажем и теперь уже на 25 частей разбивается. Если мы выберем здесь параметр single faces, то в данном случае каждый объект разбивается на количество подразделений соответственно. То есть сколько здесь есть, сколько сегментов в каждом объекте, на столько частей он и разобьется. Тут все просто. И третий режим smooth and distance это самый такой интересный режим. Здесь разбиение происходит на частицы в зависимости от того какой угол они друг с другом составляют. И соответственно вот этот угол можно здесь указывать и радиус, скажем так, захвата вот этого параметра можно указывать здесь. Самый менее понятный скажем так параметр и с ним я рекомендую разбираться уже методом, скажем так, научного тыка. Сам я до конца точно себе не представляю как он работает. Поэтому обычно я использую single faces и работаю с ним. Если нужно указать точное количество частиц, то выбираем соответственно count. Переключаем полностью все на single faces и продолжаем дальше. Параметр thickness означает толщину. То есть по умолчанию, давайте стоп нажмем, подойдем поближе, у нас каждая часть имеет толщину где-то в 1%. Если мы выставим например здесь 15%. Давайте вернем в начало. Включаем play. Смотрите у нас каждая частица уже стала толще на 15%. Соответственно видимо в зависимости от объема изначального объема геометрии исходного объекта. Ну и соответственно следующий параметр thickness уже обозначает толщину непосредственно объекта источника. То есть тоже есть 15 в самом начале и теперь у нас кубик соответственно до своего развала он тоже становится толщиной в 15%. Идем дальше. Параметр no fragments у нас соответственно тоже касается для всех выделенных объектов вот в этом поле objects. Если мы выставим то объекты у нас фрагменты у нас будут видны только в момент перелета от одного объекта к другому. Смотрите как это выглядит. В данном случае фрагментов вообще не видно потому что мы их применили ко всем объектам. Если мы сейчас снова выделим все объекты, отключим no fragments и включим no fragments только для куба например. Смотрите как это будет выглядеть. То есть фрагменты куба мы не видим. Мы видим их только тогда когда они превращаются в фрагменты соответственно объекта платоника. Вот таким образом это действует. То же самое можно сделать например для пирамиды тоже. Выделим no fragments. Нет никаких фрагментов. И здесь будут только фрагменты платоника, а фрагментов пирамиды мы не увидим. Таким образом это действует. Давайте отключим no fragments, cube тоже чтобы у нас были фрагменты. Соответственно вы видите теряет свою актуальность параметр thickness. То есть если фрагментов нету то их толщина уже не актуальна. Идем дальше. Давайте поднимемся сюда и здесь параметр stay, fragment и next. Stay я его понимаю так. Этот параметр обозначает вот если здесь animation phase как вы видите перемещение от нуля до ста процентов это полностью действие всей анимации. У нас она происходит на промежутке в 55 кадров. То соответственно следующие параметры они как бы занимают определенное время в процентах от действия всей этой анимации. Параметр stay указывает на то что этот объект будет как бы задерживаться перед своей трансформацией в другой объект. Например вот мы видим сейчас cube. Выставим stay с нуля например до ста процентов и куб определенное время стоит и затем уже происходит трансформация. Соответственно то время которое он стоит без трансформации оно как бы сжимается и трансформация следующих объектов происходит быстрее уже гораздо чтобы уложиться как раз таки до конца animation phase. Давайте выставим здесь stay например 0. Выберем platonic и stay у него выберем например 300 процентов. То есть здесь он в данный момент он уже должен дольше задержаться соответственно и время его задержки для для компенсации времени задержки объекта platonic трансформация других объектов происходит быстрее соответственно. Идем дальше выставим здесь 0. Фрагменты. Здесь указывается соответственно фрагментация. Давайте выберем здесь cube например фрагментация 0 и посмотрим как это будет работать с кубом. То есть смотрите он практически никак не фрагментируется только на последнем этапе превращается в следующий объект. Таким образом ну и сто процентов соответственно говорит о том что они на равных с объектом platonic будет делить фрагменты и там где куб превращается в platonic соответственно них будет разделяться на одинакое количество фрагментов. Вот таким образом. Соответственно параметр next давайте выставим теперь его в 0 и посмотрим каким образом будет выглядеть этот параметр. То есть смотрите здесь уже указывается точно параметр разбиения следующего объекта за ним. То есть каким образом они будут делить скажем так время трансформации. Соответственно здесь тоже нужно подбирать на глаз как вам нужно чтобы это выглядело. Параметры intangent и out tangent они отвечают за кривизну вот этой траектории которая образуется траектории перемещения соответственно трансформирующихся фрагментов. Вот например выделим куб у него он самый первый объект у нас в нашей тройке у него нету входящего вектора у него есть только исходящий он трансформируется дальше в объект platonic. Поэтому для него актуально только out tangent а intangent не работает. Выберем например out tangent выделим куб и смотрите изменяя этот параметр выше 100 соответственно он изменяет свою кривизну. Если мы выберем и выставим 0 то он будет идти прямо. У объекта platonic у него напротив у него есть и входящий и у него есть исходящий соответственно вектор и соответственно если мы выставим оба по нулям то будет совершенно прямой и соответственно будет как бы идти и пересекаться вот с нашей подставкой так называемой. Поэтому давайте по 100 выставим их. Таким образом работают вот эти вот направляющие intangent и out tangent. Параметр remaining тип имеет три значения known, hollow и solid. Hollow это в данном случае как сейчас у нас стоит у всех трех объектов они будут видны только тогда когда к ним переместятся фрагменты. Тут понятно параметр known вот в данном случае у нас это для platonic объекта будет применяться. Смотрите каким образом работает. Осколки перелетают но самого объекта мы не увидим даже тогда когда они прилетели полностью и дальше соответственно идет трансформация к следующему объекту. Параметр solid напротив он как раз таки показывает постоянно объект но трансформация происходит таким образом что осколки будут создавать для него как бы дополнительный слой то есть поверхность его и дальше уже они снова будут эту поверхность покидать и переходить на следующий трансформируемый объект. Таким образом работают три этих параметра. Давайте выставим параметр hollow и перейдем дальше. Не менее интересным вопрос остается каким образом работают материалы в этом эффекте трансформации с помощью нода pblur. Например давайте создадим вот такой материал назовем его main то есть главный материал пусть он у нас будет скажем красного цвета сразу же его применим к объекту куб следующий копию создадим переименуем ее назовем f по-английски age значение здесь в данном случае не имеет так проще будет объяснять и f age у нас будет зеленого цвета копию его создадим и здесь будет f back по-английски f back у нас будет синего цвета окей перемещаем f age также и f back также выделяем тег f age и идем у него selection и то же самое сюда пишем f age как вы понимаете название материала может быть совершенно другое важно как что здесь мы напишем в поле selection тут должно быть f age у синего соответственно также f back и давайте вернемся самое начало и смотрите что у нас теперь получается главный материал находится снаружи f age обозначает края а f back означает внутренние части соответственно и в дальнейшем идет трансформация соответственно то же самое мы можем с контроллом скопировать на все остальные объекты идем play и также вы видите внутренние части объектов окрашивается f back края f age и красные main теперь друзья давайте я вам расскажу каким образом можно создавать фрагменты состоящие не из частиц моих объектов а например из других объектов давайте откроем так экспресса правой кнопкой мыши new node экспресса thinking particles здесь стандарт выберем здесь p shape нод p shape мы соединим с нодом fragment particle и в качестве shape то есть формы частица нужно создать соответствующий какой-нибудь объект пусть будет например это у нас сфера уменьшим ее теперь снова откроем экспресса и сферу перетащим вот сюда вернемся в самое начало и смотрите теперь у нас сфера представляет из себя соответственно и фрагменты дальше кроме геометрии сюда можно добавлять например объекты свет выберем выпустим свет в настройках general no illumination здесь у него visible light visible в details мы выберем соответственно вернее visibility выставим outer distance например будет 20 и lens выставим например будет star 1 scale будет например 10 процентов и яркость например 50 процентов снова откроем экспресса эдитор и переместим сюда свет смотрите что у нас при этом получается остановим и выглядит это следующим образом теперь уже какие-то частицы в данном случае они не спускают свет они просто светятся светлячки уже производят трансформацию одного объекта и понимаете путем многочисленных экспериментов можно добиться совершенно интересных результатов вот таким образом друзья можно работать с нодом надеюсь вы нашли в этом уроке информацию за себя заходите на myq1.net всем спасибо за внимание всем пока